дорогие друзья мы с вами сейчас отправляемся потрясающее место свято-троицкий александра свирский монастырь мужской монастырь когда у нас не получилось с коронавирусом попасть на соловки конечно мы думали о том что по всякому может развиваться ситуация и у нас были наверно пару запасных вариантов один из запасных вариантов вернуться обратно и обязательно посетить александра свирский монастырь мы давно мечтали но никак у нас не получалось потому что от санкт-петербурга довольно таки далеко и от москвы тем более дорога туда из петрозаводска мы сейчас едем дорога туда очень хорошая я имею покрытие асфальта просто суперская потрясающая хорошая дорога и вообще дорога в ленинградской области дорога в карелии нас очень приятно удивила и поразило александра свирский монастырь находится уже на территории ленинградской области ехать примерно 180 километров от петрозаводска но я санкт-петербурга по-моему примерно столько же если если ошибся поправьте смотреть какая красивая дорога одно удовольствие она не скучная она постоянно петля это вправо то влево очень красивые сосновые еловые леса по обочинам дороги много цветов в одном месте Алла не выдержала говорит останови останови ну сними пожалуйста ради бога что это за цветочки я не знаю что за цветочки в детстве мы их называли по моему колокольчики называли ну или как то так в общем вот вся обочина смотрите потрясающей красоты насыщенности цветах это же не посаженные цветы это вот так вот дикорастущие цветочки на обочине трассы старик какой асфальт асфальт такой что едешь и слышишь только шуршание колес если слышишь вот на трассе указатель показывающий где свернуть к монастырю там примерно 5-6 километров и мы будем с вами в монастыре святой александр свирский основал монастырь в конце 15 века до этого он в 19 лет тайно ушел на валаам где семь лет жил в качестве послушника 1474 году прием монашеский постриг с именем александр удалился на уединенный остров и впоследствии названным святым александр подвязался около семи лет в пещере сейчас находится там александра свирский скит спас преображенского валаамского монастыря на карте он показывает где располагается свято-троицкий александра свирский монастырь здесь есть парковка адрес gps я вам указываю в 1485 году по благословению игумена монастыря александр ушел на святое озеро расположен неподалеку от аланца и реки свирь здесь образовал обитель ныне известны как александра свирский монастырь если мы посмотрим на карту вот я вам показываю вы видите монастырь состоит из двух больших частей один комплекс называется преображенский по имени преображенского собора второй троицкий по имени соответственно троицкого собора сейчас вы видите троицкий комплекс и он выглядывает такой купол луковица троицкого собора а мы с вами отправляемся в комплекс преображенский потому что троицкий комплекс данное время закрыт закрыт на реставрацию когда она закончится абсолютно неизвестно и для нас это было как говорится печаль что самый интересный кстати архитектурный с точки зрения архитектуры самые древние храмы находится именно в троицком комплексе когда мы приехали в монастырь как видите были тучи черные накрапывал дождик и вообще была такая непогода но тем не менее мы отправили сразу преображенский собор потому что там еще шла служба на весь монастырь было слышно как раздавались песнопения молитвы и мы решили прогуляться по самому монастырю я соответственно сделать съемки попозже мы отстояли службу по окончании службу паломники которых находились соборе про боженском соборе подходили к мощам святого александра свирского в монастыре есть хор собственный хор хор замечательный и сейчас мы с вами услышим живой звук я записал пару произведений копия туринской плащаницы а самой туринской плащаницы более подробно вы можете узнать в моем фильме о турине найдите в плейлисте плейлисте италия фонограмма который вы сейчас слышите те песнопения молитвы это как раз записаны хором александра снято печи монастырьского поля а а а а а а а Субтитры подогнали Симон. 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 Мне кажется, если есть люди, обладающие средствами, которые сейчас смотрят мой фильм или вы знакомы с такими людьми, то замечательный способ оставить о себе память потомкам, память на многие-многие годы, это помочь в восстановлении Александра Свирского монастыря, особенно его Троицкого комплекса. Мы сейчас с вами отправимся непосредственно в Троицкий собор, и вы посмотрите, какая здесь красота. Этим фрескам более 300 лет, и эти фрески еще ни разу не подвергались восстановлению. Посмотрите, какие краски яркие, невероятно яркие цвета, какие интересные сюжеты. У нас сало здесь просто мурашки и слезы на глазах от этой красоты. Если удастся восстановить этот комплекс, восстановить все эти фрески, отреставрировать, это потрясающие красоты соборы, храмы. Это будет подлинная жемчужная не только Ленинградской области, но и всей России. Песня. 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 ПЕСНЯ Под большим впечатлением от Троицкого собора, от фресок, от потрясающей русской архитектуры XVI-XVII веков мы возвращаемся в более-менее восстановленный комплекс, преображенский комплекс. Как думаете, зачем мы возвращаемся? Ну, кроме того, чтобы поблагодарить людей за то, что нам предоставили возможность посещения Троицкого комплекса, мы, конечно же, собираемся посетить монастырскую трапезну. Рекомендую. Давно не ел таких красивых, вкусных хлебобулочных изделий, как здесь в монастыре, монастырской трапезной. Очень все приготовлено вкусно, с душой, аппетитно. Ну, невероятно вкусно. И цены, цены вас приятно удивят. Обязательно, когда мы посещаем какие-либо монастыри, обязательно мы всегда, если есть трапезна, если есть кафе, столовая при монастыре, обязательно посещаем. Я нашел здесь книгу «Жалобы и предложения» и пишу свои восторженные слова о работниках этой трапезной. Молодцы! А мы с вами отправляемся на другую сторону озера, чтобы посмотреть, вот я нарисовал желтым примерно дорогу, такая вот дорога, очень простая, как с ней асфальт, утрамбованная глина, на другую сторону озера, чтобы посмотреть на монастырь через водную поверхность озера. Как правило, это всегда бывает очень красиво. И к тому же погода настолько распогодилась, стало жарко, было уже градусов, наверное, 27-28 тепла, и нам захотелось где-либо искупаться. Мы спросили в монастыре, можно ли в этом озере купаться, нам сказали, конечно, вот езжайте туда, как раз, куда мы едем. Там даже часто местные, не местные жители, а туристы, которые приезжают из Москвы, из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, они там останавливаются, делают палаточные городки, это не запрещено. Посмотрите, какой красивый лес, он, кроме того, что он лес, я вообще очень люблю сосновые леса, но он невероятно светлый, вы посмотрите, я не знаю, почему он светлый, он такое впечатление, что он весь прозрачный. Обычно сосновые леса, они очень темные, а здесь прям свет, даже вот вся поверхность, посмотрите, травы, кустарник, она полностью освещена солнцем. Невероятной красоты сосновый бор. Если бы я в следующий раз, когда поедем в эти края, то, наверное, мы здесь остановимся, как и вот эти вот ребята, остановимся здесь переночевать. Вот такое озеро, смотрите. И на той стороне монастырь. Вот видите, с левой стороны это Троицкий комплекс. А с правой стороны Преображенский. Два монастыря, две части одного Александра Свирского монастыря. Здесь была дружная компания, которые готовили обед, которые купались. Мы решили им не мешать, а найти место где-нибудь поодаль, чтобы искупаться. А вот, оказывается, вот эта трава или кустарники, которые мы видели, когда ехали на машине, да, вот из окна, это вот эти ягоды. Я не знаю, скажите, что это, голубица, черника, но что-то вот такая вот съедобная ягода. Мы нашли здесь замечательный пляж, поближе к монастырю. Отсюда тоже открывается красивая панорама на монастырь. Вода очень теплая, чистая, но она, понятно, что озеро есть озеро, она такая, знаете, с рыжеватым оттенком, часто бывает в озерах. Говорят, что много металла, что ли, в воде. Вот, но вода чистая, без всякого запаха. Растут вот такие вот или лилии, или кувшинки, не знаю, как правильно их называют. И мы с Аллой решили здесь, именно в этом месте искупаться. Особенно это было приятно делать в таком красивом месте. Пока я ходил, снимал цветочки, снимал монастырь, Алла уже плескалась во всю озере. Дно, такой песок, песок с глиной, то есть, в общем-то, приятное на ощупь. Но все равно будьте осторожны, потому что много таких вот полузатопленных веток и бревен можно здесь найти. Поэтому очень-очень осторожно. Не отпускайте своих маленьких детей, одних. Обязательно надо самим попробовать, какое дно, перед тем, как ребенка туда отпускать, купаться. Алла кричит мне, давай, давай, быстрее, нас ждут большие планы. У нас впереди еще очень интересное путешествие, тяжелая будет дорога. Но об этом расскажем дальше. Не буду забегать вперед, а посмотреть, какая тут растительность. Просто нереально. Такое впечатление, что сейчас из кустов выйдет какой-нибудь маленький, надеюсь, динозавр. Посмотрите. Прямо как будто это парк юркского периода. Ну и одна из моих любимых фраз, что жизнь измеряется не числом вздохов, а числом мест и мгновений, когда у вас перехватывает дыхание. Подписывайтесь на мой канал и не уходите далеко. Наше путешествие продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...